Это Любовь Соболь. Самая громкая новость последних дней про личность подозреваемого в отравлении Скрипалей. Журналисты утверждают, что Руслан Баширов это полковник ГРУ Анатолий Чипига. Кратко напомню историю. 5 сентября английская полиция заявила, что Руслан Баширов, Александр Петров это имена подозреваемых в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в английском городе Солсбери. Также полиция показала фотографии подозреваемых, а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их агентами ГРУ. 12 сентября Владимир Путин заявил, что Петрова и Баширова нашли в России. На следующий день эти люди дали интервью телеканалу Russia Today. Они рассказали, что Петров и Баширов это их настоящие имена, что в Солсбери они приехали как туристы посмотреть на собор с высоким шпилем и что они предприниматели средней руки из фитнес-индустрии. Многие в это не поверили. Ну какой шпиль собора? Ну какие намеки на геев? Они не показали паспорта, не сказали, как называются их фирмы, не показали свои туристические фотографии на фоне собора. Ну как тут поверить? Но главное доказательство, если кто-то представляется фальшивым именем, это раскрыть его настоящее имя. И вот 26 сентября издание Беллинкэт и The Insider опубликовали расследование. По их данным настоящее имя Руслана Баширова Анатолий Чипига. Он полковник ГРУ и имеет звание Героя России. В доказательство они опубликовали данные Анатолия Чипиги из системы Российский паспорт и его фотографии из документов. Затем коммерсант нашел односельчан Анатолия Чипиги и одна из женщин подтвердила, что это он Толя. Но если вы думаете, что это конец, то нет, не надейтесь. Беллинкэт обещает в скором времени назвать имена второго подозреваемого в отравлении Скрипалей. Английские СМИ уже написали, что известна личность и третьего, причастного к отравлению и что это тоже агент ГРУ. Думаю, британская полиция и спецслужбы вообще знают гораздо больше, чем рассказали на данный момент и будут постепенно раскрывать эту информацию, вынуждая Россию оправдываться и придумывать все новые истории. Ну а нам остается только следить за этим и задавать себе вопросы. Зачем все это было нужно? Зачем надо было давать такое интервью и рассказывать про собор? Как могли утечь данные о паспортах и как вообще такое могло случиться? Вопросов много, а ответов на них нет. Телеканал Дождь со ссылкой на свои источники сообщил, что причиной ареста миллиардера Магомедова стала передача Франции компромата на сенатора Сулеймана Керимова. И это потрясающая история о работе судебной системы в России. Как утверждает источник телеканала Дождь ФСБ, братья Магомедовы передали французской полиции финансовые документы об отмывании сенатором Керимовым денег. После этого Сулейман Керимов был задержан в Ницце. Зиевудин Магомедов совладелец группы Сума. Среди его активов – Новороссийский морской торговый порт. Журнал Forbes оценивал его состояние более чем в один миллиард долларов. Магомед Магомедов – брат Зиевудина, его партнер по бизнесу и бывший член Совета Федерации. Сулейман Керимов – также миллиардер и сенатор. Его состояние Forbes оценивает 6,4 миллиардов долларов. В 2016 году между Магомедовым и Керимовым началось противостояние за Махачкалинский порт. По данным источника Дождя, чтобы разобраться в этой ситуации, Магомедовы передали французской полиции документы по Керимову. После этого в ноябре 2017 года Керимова задержали в Ницце. Его обвинили в отмывании денег и уходе от налогов. Но как это принято в Европе, отпустили под залог. Для Керимова он составил 5 миллионов евро. Вскоре Керимов смог приехать в Россию. Как пишет Дождь, ему было важно попасть в Москву, чтобы собрать доказательства для защиты. В итоге в июне 2018 года обвинения с Керимовым были сняты. А вот Магомедовым, судя по всему, снятие обвинений не светит. В конце марта их задержали и отправили в СИЗО. Их подозревают в мошенничестве на сумму более 2,5 миллиардов рублей, растрате в особо крупном размере и в создании преступного сообщества. И если обвинение в мошенничестве довольно привычное для бизнесменов России, то создание преступного сообщества – это очень тяжелая статья, предусматривает до 20 лет лишения свободы. Еще при аресте многие удивлялись, почему Магомедова сразу отправили в СИЗО и дали такую статью. Это же Магомедов считало, что у него очень хорошие связи среди наших чиновников. В частности, он учился на экономическом факультете МГУ вместе с бывшим вице-премьером Аркадием Дворковичем. Также Магомедов считали человеком, близким к Дмитрию Медведеву. СМИ писали, что Магомедов занимался реставрацией Большого театра по личной просьбе Дмитрия Медведева. Но версия про компромат на Керимова многое объясняет. Собеседник Дождя рассказал, что это не понравилось Владимиру Владимировичу. Он не любит, когда наши граждане разборку с друг другом устраивают за границей. Другой источник также сообщил, что решение принималось на самом верху. Адвокат Магомедова назвал чушью версию о том, что Магомедовы передавали что-то французской полиции. Но не думаю, что Дождь стал публиковать бы эту статью, не имея для таких утверждений никаких оснований. Итак, что мы имеем? Российская СМИ пишет, что на одного российского миллиардера завели уголовное дело, потому что он передал Франции компромат на другого российского миллиардера. И что решение по этому вопросу принималось на самом верху. Просто представьте, если бы СМИ где-нибудь в Германии или США написали о таком уровне вмешательства властей в правосудие. Да там бы сразу начались парламентские расследования, и не только они, а о нас все с интересом почитали, и все. Суд и следствие должны быть независимыми, и заводить дела должны, когда есть основания, а не когда кто-то на самом верху решил примерно наказать передавшего компромат на Запад. Прекрасной России будущего суд будет судом, а не инструментом борьбы за власть или мести неугодным. Политик Алексей Навальный обратился в Конституционный суд из-за засекречивания имен детей генпрокурора Чайки в Росреестре. В декабре 2015 года Навальный и фонд борьбы с коррупцией выпустили расследование про генпрокурора Юрия Чайку и его сыновей Артема и Игоря. В расследовании рассказывалось о финансовых махинациях и преступлениях членов семьи и ближайшего окружения генпрокурора, включая отмывание денег и связь банды Цапков. Но изучение деятельности этой семьи после выхода фильма не закончилось. И вот в июне 2016 года Навальный обнаружил, что в Росреестре вместо имени Артема Чайки стали писать набор букв и цифр. Вместо имени другого сына генпрокурора Игоря Чайки тоже оказалась некая кодировка. Росреестр — это специальная служба и база данных, которая позволяет получить выписку на недвижимость в России. С помощью него можно, например, проверить владельца квартиры, которую вы хотите купить. Данные Росреестра должны быть защищены от мешательств, иначе как люди смогут им доверять? А тут вдруг оказалось, что вместо имен там какие-то кодировки. Навальный пытался оспорить такое засекречивание, но осенью прошлого года коллегия Верховного суда решила, что Росреестр может так делать. Судьи сослались на закон о персональных данных, который запрещает раскрывать личные данные без согласия человека. Юристы Фонда борьбы с коррупцией тогда заявляли, что это решение ставит под угрозу весь гражданский оборот недвижимости. Закон о персональных данных действует не только на детей генпрокурора, но и на всех остальных. Если данные всех людей будут зашифрованы, то от такого реестра не будет никакой пользы. Рынок недвижимости фактически откатился на несколько десятилетий назад, когда электронных реестров не было вовсе. Ну и, конечно, проведение антикоррупционных расследований это затруднит. Сейчас и ФБК, и многие журналисты ищут недвижимость чиновника с помощью реестра, но, видимо, кому-то очень не хочется читать про свои квартиры или дачи. Юридически решение Верховного суда вызывает много вопросов у специалистов. Например, доцент факультета права высшей школы экономики Роман Бевзенко считает позицию о преимуществе охраны персональных данных перед принципом открытости Росреестра ошибкой в системном толковании законодательства. Исходя из всего этого, Навальный и решил оспорить такое решение в Конституционном суде. Реестры очень важны, и желание чиновников скрыть свои дачи не может ставить их работу под угрозу. Власти должны не мешать бороться с коррупцией, а сами быть заинтересованы в этой борьбе. Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.